Многие из тех, кто монтирует площадку, участники спартакиады. В этом дворе 5 домов, всего 82 квартиры, много детей и молодежи. Самое главное, считай, это общение. Вот мы собрались здесь, посмеялись, пообщались, живое общение. Вот это сейчас такая редкость. Поэтому вот такие вещи, они помимо того, что они полезны в качестве, ну как спортинвентаря, оно еще полезно, чтобы люди общались между собой. Вот молодежь собралась, ну посмотрите, это же здорово. Сейчас это такая редкость, все сидят в интернете сейчас. Перед монтажом подумали, как разместить новые объекты с теми, что уже есть. Это один из пяти типовых комплектов. Поднимать ноги, да. Это когда вот так, опираться здесь. Виктору Стратию 62-й год, занимается спортом с 15 лет. По его мнению, в комплекте есть необходимый минимум для упражнений, доступных каждому. Для основы физкультуры, для начала это очень хорошо. Турник, брусья, это очень, и плачать пресс, это очень даже, это основа всему будет. А такие уже сложные, и не надо как бы здесь. Это не фитнес-клуб какой-то, а это на природе здесь, люди будут ходить и заниматься. В Суворов-Черкесском Юрий Александрович топит старинный самовар со сновыми шишками, чай с щебрецом и мятой. Плюс ко всему же еще психологическая атмосфера сама. А мне нальете чайку? Два стаканчика? Жители поселка также внесли вклад в общую победу. Здесь уже есть уличные тренажеры. Деньги на них выделил депутат. Однако спортивного оборудования мало не бывает. Уже здесь можно полноценно заниматься спортом, ребятам будет. Здесь есть ребята, приходят и на турники, и на брусья. Ну, мало было раньше и тренажеров, и всяких элементов вот этих спортивных снарядов. Сейчас побольше, я думаю, здесь уже будет более функциональная площадка. Еще три площадки установят в начале недели возле школ в Виноградном Ауташе, а также детско-юношеской спортивной школы «Олимп». На достигнутом здесь останавливаться не намерены и продолжат честную борьбу за спортивную инфраструктуру. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.